О, интересный комментарий. К примеру, я знаю, как тебя найти. Почему власти Чечни не могут этого сделать? Неужели не могут додуматься? Я не знаю, толком тагая. Вот если ты сейчас опишешь этот алгоритм, как ты меня можешь найти. В принципе, как думаешь, говорит Рамзан Ахмадович, ты хотел сказать, может по приказу президента РФ прийти в Казахстан с русским миром? А ты в этом сомневаешься, Элихан Бекейхан? Почему у тебя вообще возникает такой вопрос? Чем отличается Казахстан от Украины? Почему? Он куда угодно пойдет по приказу. У него что, есть выбор? Он что, свободный человек, который, когда поступает какой-то приказ из Кремля, он что, раздумывает? Типа, нужно мне это или нет? Идти мне туда или нет? У него что, есть такая возможность что-то думать? Если ему скажут, вперед, он как пес побежит. У него нет другого выбора. И все то, что сейчас говорят про Украину, что там вот сатанистское логово, это вот какие-то там НАТО, западная ось пытается прийти через Украину с ЛГБТ-флагами в Чечню, вот эта вот вся эта риторика, там просто Украину заменят на Казахстан и будут все то же самое говорить. Нет в этом никаких вообще сомнений. Правда, что чеченцы Ног все значит народ Ноя? Твое отношение к этому вопросу? Конечно, правда. Я не знаю, я не разделяю эти разговоры, я вообще, я много народных всяких фанатиков видел. И, как правило, каждый из этих фанатиков в каждом народе рассказывает, что именно они какие-то прямые потомки от Ноя, а остальные все они какие-то кривые. Я не знаю, как они себе это объясняют. С одной стороны, они говорят, что все человечество, живущее сегодня в мире, это потомки Ноя, но в то же время они оказываются какими-то прямыми. Поэтому я не знаю, я не разделяю эти разговоры. Видел в Иннете, что с октября 23-го будут раздавать чеченские паспорта. Знаешь что-нибудь об этом? Ничего я об этом не знаю. Я не знаю, как могут раздавать чеченские паспорта. Когда у нас оккупированная земля. Кто эти паспорта признает? Что с ними делать? Как вы знаете, вот эта деятельность, которую развернул Закаев по выдаче типа паспортов гражданина Ичкерии. Но это просто уловка такая. Это в типографии. Вы сами можете сделать себе этот документ. На нем прям прописано, что он не является проездным документом. И вот проблема в том, что вы сделаете себе, ну многие себе сделали там чисто как типа сувенира для себя эти паспорта. Но есть конкретные прецеденты, когда у людей возникли проблемы из-за этого паспорта. Хоть на нем и все это написано, что он не является проездным документом. Но полиция при проверке, если обнаруживает у вас этот документ. И тем более, если вы еще и там показать его попытаетесь, типа как документ, если вы его предъявите, то это 100% у вас будут проблемы. А так есть прецеденты, что даже просто нашли его, не предъявляли. Нашли этот документ и из-за него, значит, типа попытка подделки там, что это люди. То есть непризнанные документы, из-за них могут быть проблемы. Поэтому хорошенько подумайте перед тем, как на что-то такое идти. О, интересный комментарий. К примеру, я знаю, как тебя найти. Почему власти Чечни не могут этого сделать? Неужели не могут додуматься? Я не знаю толком тагая, вот если ты сейчас опишешь этот алгоритм, как ты меня можешь найти. В принципе, найти меня действительно, наверное, несложно, так как я от тех, кто с добрыми намерениями меня ищет, я от них и не прячусь. Вот я, например, сейчас нахожусь в одной из стран Европейского Союза. Здесь встречаюсь с людьми. Кто-то приглашает, кого-то я приглашаю. Где-то случайно с кем-то вижусь. Нет в этом проблем. Но если ты с какими-то злыми намерениями пытаешься меня найти, то здесь я, конечно, буду всячески препятствовать тому, чтобы ты меня нашел. И в этом плане, если ты говоришь, что все равно ты смог бы меня легко найти, ну, опиши здесь этот алгоритм. Если даже вбить в Google Транслейтер Дустум и нажать на кнопку про изношение, оно читается как Дастом. Да. Есть такое. И вообще ему, конечно, больше подходит именно такое погоняло, как Дастом. Дастом в чеченском языке это что-то недостойное, то есть плохое. Когда человек, например, как-то недостойно себя ведет или говорит недостойно, то про такого чеченцы говорят Дастом на мелодия, что есть недостойные разговоры или недостойное поведение. И вот ему больше, конечно, подходит Дастом и его отцу, и сыну. Субтитры сделал DimaTorzok